get fun на связи не так давно в мой порт попал azuma японский тяжелый крейсер 10 уровня который прямо сейчас проходят тестирование его ттх до релиза могут измениться так что делать полноценный обзор сейчас бессмысленно однако первое знакомство в предпосмотре думаю сейчас многим интересно так что ставь лайк если ждал это видео а я тем временем перейду к подробностям ближайший по геймплею кораблик на уровне сталинград однако azuma имеет ряд принципиальных отличий из-за которых корабли хоть и похоже но диаметрально противоположны друг другу по геймплею к примеру удары в нос японец на мой взгляд держит заметно хуже при попытке играть в стоячий носом геймплей к линкору быстро отправился в порт а стелик в подобной проекции обладает завидной живучестью так что похожая тактика боя тут возможно будет только лишь в исключительных случаях на редких картах и при определенном сечении обстоятельств в общем и не всегда это по большей мере это все будет балансировка на уровне надежды что противнику просто не повезет и он при этом будет вам подставляться в остальных боях как мне показалось играть на зуме удобней на дистанции за счет меньших настроек в сравнению со сталинградом и сравнительно более высокой маневренности получается более результативный и удобный геймплей в у ворот это странно да конечно уворачивающийся дом но тем не менее в игре получилось именно так только не обманывайте пожалуйста себя по большему счету это все та же самая корова на отзывчивость в сравнению с другими крейсерами невысокая а время реакции на угрозу слишком большое так что при игре важно анализировать карту и опасных противников и планировать ход своего корабля наперед артиллерия японца 9 310 миллиметровых стволов компоновка как и у сталинграда но скорость полета снаряда тут значительно ниже чем у советского крейсера потому эффективность бронебойных снарядов тут заметно ниже для крейсеров конечно хватает но уверенно шить линкоры на средней дистанции получается исключительно в борт причем стали как мне кажется в тех же самых ситуациях мог бы доставать из противника цитадели ну а вот с фугасами тут не все так очевидно шанс на пожар к примеру выше у советского крейсера однако в качестве выжигателя кажется азума все же лучше причин так думать несколько во первых тут чуть выше скорострельность так что банально проще поджигать только что потушенные корабли да и залпов получается сделать больше а еще разовый урон фугаса выше у японца так что удачные залпы чистым уроном нередко сносит сумасшедшие цифры хп у противника причем любого класса ведь пробитие фугасов тут весьма высоко также стоит отметить что у японца чуть отзывчивые башни и чуть лучше рассеивание боеприпасов что очень печальная новость для эсминцев ведь в основном в наших стволах заряжены именно фугасы так что при засвете треугольников есть шанс нести их фигам однако тут не все так просто рлс у азумы не только корректировщик так что если вам не дадут подсвет то инвизные противники станут для нас наоборот очень опасны я бы даже сказал что азума для эсминца корм потому как маневренности невысока да и птс сложно назвать хорошей защитой так что самостоятельное влияние на ход боя у японца увы хромает но это не только из-за уязвимости к эсминцам в принципе позиционирование у сталинграда несколько более выгодное для боев за контрольные точки что нередко приносит победу сталик чаще всего играется в атаку он может спокойненько давить носом ну или если все очень плохо он может носом просто стать в очень выгодной для себя позиция азума же просто так стоять не может он может настреливать только лишь в движении что получается делать при отступлении давить конечно тоже получается но только лишь составе из кадры да и то чаще всего при этом мы все равно идем не в первой линии ну а если вдруг в вашем бою ну что достаточно часто встречается эскадра решает закрыться в углу вот как сейчас выше тогда просто ничего не сможете сделать потому как в нос и геймплей азума не больно и грабилин осветить вам банально просто некому эсминцы то ушли на дно в первые минуты боя также достаточно сильно пригорает при тур по победах когда вы просто не успеваете сделать настрел потому что изначально приходится держаться более-менее сдержанно на дистанции также что меня удивило во время теста так это сильная разница в заметности у этих двух кораблей это конечно очень круто однако реально она мне помогла только лишь однажды когда я смог уйти на крополях хп ну а что же у нас получается в теории это очень круто можно же играть в геймплей аля монарх подкрадываемся на короткую дистанцию и даем залп бронебоек в борт не ожидающий нас цели но такой геймплей несколько более рискованный нежели заливание фугасами линкоров к тому же если крадущийся азума встретит крадущийся зао в борт то история будет очень грустная также история будет грустной если крадущийся азума встречает эсминца просто потому что не сможет он увернуться и убежать в общем в такой геймплей если честно я играл просто недолго ну а в целом что я могу сказать то что нам выдали на тест мне кажется играбельным и я сомневаюсь что этот корабль и будут ждать сильные изменения повторюсь мне такой геймплей не сильно зашел однако я уверен что это связано в основном с моими предпочтениями в игре в целом же если вы играете выжигатели назову и у вас примеру там стоит модернизация на дальность или вы то я уверен азума обязан зайти вам да и в соревновательных режимах я уверен что у азума тоже может быть весьма высокий потенциал ну а всем кто любит идти в агрессию увы плохие новости мимо но это все мое мнение пишите свое в комментариях также напомню что сейчас проходят тесты и ближе к релизу возможно что-то изменится и я думаю обновлю это видео но на всякий случай только чтобы его не пропустить вам придется подписаться на канал и активировать колокольчик ну а скрость ожидания можете просмотром моих других работ ссылочки у вас сейчас как раз на экране ну а на этом все желаю вам удачи не скучайте и до связи пока пока